Ну вот, мы залили перемычки. Где-то, не знаю, сколько часов, не засекал. Зачем я снимаю такие видео про такие простые изделия, как перемычки? Я вам скажу, ребята, бетончики, так называемые. Если захотите стать бетончиками, пока вы дойдете там за сложных лестниц, террас висячих, на деревянных, на бетонных ножках, какие-то там ригеля, вы будете фигачить одни и те же изделия. Это армопояса и перемычки. Почему? Расскажу. Потому что фундамент вам никто не даст. За самую низкую цену. У нас в России бытует мнение, что любой дебил может привести бетон с миксера, залить его в яму, подтыкать лопатой, и это есть фундамент. Поэтому до фундамента застрочки вас не подпустят. Ни застрочки, ни самозастрочки. А вот, например, перемычки, всякие там армопояса, это геморройная для камечков, они это скидывают на сторону, то есть на вас. И так же застрочек забодается. Поэтому такая работа стоит копейки. Вот мы берем, при том, что мы одни из самых дорогих в Бригадбурде, 700 рублей за погон перемычки. Люди берут за 300 рублей погон перемычки. Ну, правда, так и делают. Поэтому, чтобы что-то заработать на дофигащий день на 2 лица, 15-20 метров перемычки вместе с опалубкой и заливкой, иначе вы ничего не заработаете. Вот поэтому я показываю, что ставьте опалубку быстро, разумно достаточно. Не надо ее в идеальную делать. Равняйте. Провибрировали, мастерком раз поравняли. Вот такая вот. Получила? Сейчас покажи. Не надо их там вычухивать. Понимаете? Три перемычки на 2 метра поставил, достаточно. Ну, раздует перемычку на 2 миллиметра. Плевать. Это черновые перемычки. Зато что-то заработаешь. Будете сильно долго трепыхаться с каждой перемычкой, ничего не заработаете. Будете сирщу-сирщу халтурить, опять ничего не заработаете. Поэтому делайте среднее качество, главное горизонтальность перемычки и точность размеров. Вот и все. Привет, с вами снова Владимир. Вы помните, мы заливали эти перемычки. Им меньше недели или в районе недели. Но в связи с производственной необходимостью нужно срочно собирать крыши. Вот наши доблестные кролички Борис и Виталик. Вот они. Они скромные, но они в одинаковых кепках. Поэтому аж они бригада. Так вот. И сейчас наш Андруша Борода, видите? Докладывает 4-5 рядов укладки. Ребята будут собирать. Я предупредил хозяина, что это авантюра, что нельзя нагружать перемычки. Но мы решили, что подпорную систему мы оставим. Что ничего не будет, перемычки выдержат. Ну, вроде бы сейчас погода была сырая. Возможно, процентов 70 от прочности они набрали. Ну, сегодня, кстати, знаменательное событие произошло. Также для наших супер-кровечков установили усиливающий стол посередине. Итак, усиливающий двутавр. С опорой на столб и с опорой с разгрузкой на несущую стяжку. Долбались долго, но, видите, теперь 10-метровая, 12-метровая стропилина не будет провисать, даже несмотря на небольшое ее сечение. Вот, посмотрите, кролички собрали марлат, сдвоенный на столб. Сто высота, 200 ширина, на уголках советских старинных, которые сам предоставил хозяин. И также на шпильках, заложенных в кладку на 25 сантиметров, собрали висячий марлат. Кстати, довольно сложное изделие, висячий марлат, но будем надеяться, что шпильки каждые 80-90 сантиметров он выдержит. Ну, про перемычки, собственно, все. Сейчас немножко еще снимем про лестницу, про монолитный участок, про другие части, которые снимались в нашем видео. Серега, так иди. Кстати, вот хорошо видно, как открывался столб. Тут это не стяжка, это плитный фундамент. Просто забивались арматурины и через пятак опорный приваривались. Кстати, мы сняли с нижней площадки. Опалубку, но вынуть не можем. Проверяем, прочность вроде набрала. И частично разгрузили подпорную систему лестницы, чтобы, как сказать, потихонечку она, так сказать, провисала. Так же мы сделали внутри. То есть мы через одну убрали подпоры. Ну, пойдем, Сережа, еще покажем монолитный участок. Так, сняли опалубку с монолитного участка. Пошло две недели. Напоминаю, монолитный участок мы делаем с несущим двутавром и уголком. Не анкерой с плиты. Он ровненький, красивый, четко в плоскость плиты. Ну и последнее, что мы покажем. Сегодня мы, собственно говоря, кроме снятия всяких опалубок, расставили наше фирменное блюдо. А вы знаете, наше фирменное блюдо – бетонные столбы. Вот два столба для этого выхода. Вот один, вот второй. Потом пойдемте еще покажем. Сегодня на второй площадке многолюдно. все пошли бабло зарабатывать. Также вот столб. Также для кровельщиков, для кровельной системы, для поддержки. И вот. Раз, два, три столба. Вот все вот это, все вот это. Столбы, нагруженные раньше перемычки. Все это делается для того, что хозяин хочет собрать кровлю черновую. То есть сделать стропилину, подшить USB. Сверху подшить материалом гидроизоляционным, вот этим наплавляемым, или как-то. И мягкую кровлю ставить не в пол. И выкрустать потом, после уже чистовой отделки дома. Ну и Сережа, последнее. Выйдем, снимем панораму дома. Покажем сейчас. Вот, видна окончательная высота строения. Вон, углы заведены, это на окончательную высоту. Он, Борюсик, там что-то провода двигает. Он, наверное, хочет электриком на полставку. Порвать провода, в основном, готовить. То есть ясно, да? Замысел понятен. Односкатная, высокая, односкатная, низкая. А здесь вот эти выпуски стропилин будут связаться со столбами. То есть крыша будет идти до соседского дома. Ну вот и все. Спасибо, Сережа, за съемки. Он недоволен. Его уже дома дети ждут. Трое детей, пять жен. Так что все. Спасибо.